Девушки отдыхают По каплям и срослись По песчинкам камни Вечность это, наверное, Так долго Мне бы только Мой крошечный вклад Внести, за короткую Жизнь сплести Хотя бы Ниточку шока Это же мое кольцо Ты украла Мое кольцо? Ну ты гадина, Лиза Черт 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 Здравствуйте Я пришла навестить Дядю Толю Я хотела знать Как его здоровье? Плохо Все еще в коме Какой кошмар А скажите А он долго еще в коме пробудет? Не знаю Вы лучшего врача Спросите А что ты здесь делаешь? Я пришла навестить Дядю Толю А что, нельзя? Нет, нельзя С каких-то пор Мой отец Для тебя стал Дядей Толей Ты представляешь Я опять видела Эту Лизу Олю Чего она тут делала? Не знаю За тебя, наверное, пришло Да, прощай внимание Пошли Она неадекватная Вань Я тебе говорю Я тебе серьезно говорю Неадекватная Это твой, да? Вот, а у меня папин будет Александрин Кто здесь скучает? А? Кто? Кто скучает? Можешь тебе книг принести? Фандастики? Тогда придется развлекать тебя самостоятельно Пойдем 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 Пойдем, пойдем Девушка, ну я же вам объясняю Существуют определенные правила Вот, читайте Ну, пожалуйста, я вас очень прошу Ну, понимаете, меня парень бьет Если узнает, что я его потеряла Мне, ну, очень Ну, как я могу сделать копию Если не видел оригинал? Ну, послушайте Ну, вы хотя бы похожее сделаете Там все очень просто Это было золотое кольцо На среднем пальце С гравировкой внутри Александрина Ну, пожалуйста Еще и гравировка Ну, пожалуйста Ну, хотя бы похожее Хорошо Давайте вашу руку А золото какой пробы было? 999 Вперед Ну, стопроцентно Так стопроцентно Здрасте 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 Мадам Да погодися, куда вы так торопитесь? Вы кто такие? Чего надо? Кольку твоего ищем. Где он прячется? Я не знаю. Ну, не знаю, правда, он неделю дома не появляется. Может, он писал или звонил. Ну, говорю же, ни слуху, ни духу. Слушай, ты веришь? Не знаю. Это я. Ну, дай-ка телефончик свой. Здрасте. Телефон, говорю, давай. Да не бойся, не бойся, я верну. Ну, давай, давай. Вот. Так, ну, че, вроде не врет. Видно, Николя наш залег на дно. Угу. Ну, а я что говорила? А вы-то кто? Коллекторы, что ли? Долги собираете? Не совсем. Так, ладно. Появится, наберешь мне вот по этому номеру. Угу. Ну, все, пока. Береги себя, тетя. Алло, алло. Немедленно приезжай. Да куда? Домой куда? А знаешь, какая у меня самая большая мечта? Я, в детстве я мечтал быть воздушным десантником. Засчитывался книжками про войну. Мечтал о подвигах, о славе. Я, в армию рвался. А потом? Да, потом понял, что это не мое. В армии слушаешь приказ и дерешься. Потом вернулся и в то же самое вляпался. Человек чуть не убил. И о чем же ты теперь мечтаешь? Угадай. Ну, возможно, ты хочешь стать президентом, политиком или построить бизнес-империю. Нет, это не мои игры. Тогда я сдаюсь. Больше всего на свете я мечтаю, чтобы так было всегда. Чтобы ты была рядом со мной. А я мог что-то сделать для тебя. И все. Представь, какое скучное. Мне больше ничего не нужно. Объясняйте. Мам, мама, ты чего? Все, мне надоело, надоело жить, как на пороховой бочке. Уезжаем, где твои вещи? Дома. Ничего, мы ничего не все старого возьмем. Я никуда не поеду. Ты меня не слышишь, да? Эти двое, они мне угрожали, не напрямую, но я догадалась. А через пару дней они придут и вообще нас поубивают. Так, значит, слушай меня, ты поедешь, а я останусь. Выжму денег искать, расплачусь с Колей, и они от нас отстанут. Ой, Господи ты, Боже мой. Поедем к тете Нине, в Ивановск, отсидимся, а там разберемся. Нет. Ну, что же нет? А вдруг там может что-то случиться? Мама, я уже взрослый человек, и я как бы Полтавская, если помнишь. Что со мной может случиться? Ты мне, главное, позвони, как доберешься, а? Позвоню, конечно, позвоню, если доберусь. А вдруг они за мной следят, и они же сразу поймут, что я от них бегу. Значит, ты бросаешь этот гроб на колесиках, и как доберешься, я вышлю тебе денег, купишь все новое. Хо-хо-хо. Денег она мне вышлет. Ладно. Ты взрослый человек, в конце концов. Так, паспорт. Косметичка. Да. Деньги. Деньги от квартиры. Они там у меня. Деньги. 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 Давай присядем на дорожку. Давай присядем на дорожку. Все, все. Давай присядем. Дотенька моя. Перестань. Маленькая моя. Крошечка моя, звездочка моя. Может, передумаешь? Проехали, мама. Я пойду? Да. Все же хорошо будет. Да. Конечно, все будет хорошо. Спасибо, Ваня. Пока. Привет. Я тебе звонила, писала, ты не отвечаешь. Вот решил заехать. Можем вам поговорить? Да, конечно. Давай зайдем. Проходи. Не разувайся. Проходи. Чай? Нет, спасибо. Может, воды? Нет. Ты, наверное, пришла выяснить машину или... не совсем. Я узнала одну интересную вещь. за несколько минут до аварии, дедушка звонил тебе четыре раза. Это была недоступна. Мне? Я сама хочу это узнать. Ты была недоступна. Мне? Почему? В чем здесь я? Я вообще не знала, что вы лично были знакомы. Откуда у него твой телефон, твой адрес? Я не знаю. Мы познакомились, когда я еще работала угольщицем в Глобале. И тогда я думала, что он просто милый старичок, который мне помог. А потом узнала, что он поперезти на компании. Так. Ну и когда вы с Вадимом решили пожениться, он вызвал меня к себе и попросил уволиться. И предложил мне компенсацию. Я согласилась, потому что мне очень нужны были деньги. Кать, честно, это все, что я знаю. Ладно, извини. Спасибо тебе большое. Я поеду. И да, просьба дедушки уже не актуальна. Мы с Вадимом расстались. Поэтому я была бы очень рада, если бы ты вернулась в Глобу. Спасибо, но нет. Саша, если это из-за меня, то... Кать! Это не из-за тебя. И это из-за себя. Я... Просто выбрала другой путь по жизни. Это все. Хорошо. Давайте попроведу. Я... я сама. Спасибо, извини. Пока. Пока. Ты самый гениальный программист на свете. Говори. Говори еще. Я обожаю твои языки. Ммм, как тонко. Мама? Мам, я просто обожаю, когда ты приходишь вот так вот, без предупреждения. Это так бодрит. Проезжала мимо, решила зайти, выпить чашечку кофе. Эспрессо двойной можно? Конечно, мам. Найдите себе другого богатого мальчика, Ася. Спасибо вам за совет. Я прислушаюсь, но они ничего не обещают. Что? Значит так. Либо ты сейчас же отстанешь от моего сына, либо я найду способ испортить себе жизнь. А я в этом профи. Я не сомневаюсь. Я надеюсь, вы обсуждали погоду, да? Да, да. Только тема очень спорная оказалась. Мам, можно тебе на минутку? Мам, можно. Все, мне получится. Лизка! Помогите! Заткнись, что орешь? Ну, подходи. боли пока охрана не вышла если денег не будешь после завтра 10 утра те кранты вам это некрасиво ты в общественном месте моем ресторане роняешь мне не нравится это девица понимаешь придется смириться других вариантов и не как тебя вообще угораздило слушай занимайся своей личной жизнью со своей как-нибудь сама спирс хорошо этой девице нужно только одно деньги банально и скучно кстати а почему ты прячешь от нас леонида что бы если что он стоит за денег да чушь как тебе не нужно делать такое лицо ты прекрасная актриса но я знаю про ваш роман о чем ты вообще у нас ничего серьезного почему смысле у меня молодая и красивая у тебя просто должно быть все серьезно с леонидом или без него я тебя очень прошу устрои пожалуйста нормальные серьезные отношения я твой выбор критировать не буду тебя в самом деле я люблю тебя маму я люблю тебя маму помирились помирились поздравляю спасибо маменькин ценок давай чё ты еще можешь подкаблучник и конформист пацифист и маньярист интересно как ты бросаешь девушек а чего тебе так интересно ну то есть понять что ждет меня в будущем и что же там себе нарисовала но я же слышала как вы любезничали не обязательно ссориться с человеком чтобы разрешить конфликт так она не будет нас больше трогать еще разочек другой а потом ей надоест и она сама отстанет черт я же решила что она тебя продавила и ты решил меня бросить я испорчу тебя жизнь я надеюсь всю жизнь на меньшее я не согласен еще варенье приятного аппетита спасибо желейку будешь кать это больше не могу я тут живу как бедная родственница вот опять еще даже ничего сказать не успела тоже поморщилась первых я не можешь старых мы это обсуждали ничего не обсуждали у тебя все есть и деньги машины шикарное платье а я ничего позволить себе не могу все время у тебя надо просить это нормально ну во первых ты младший извини да это нормально во вторых у тебя есть деньги не надо прибедняться но я не могу купить на них то что я хочу хорошо какая сумма тебе нужно для счастья опять ты издеваешься я абсолютно серьезно 10 тысяч долларов зачем тебе 10 тысяч долларов ну как зачем тратить хорошо давай отнесемся к этому как бизнес-проекту ты составляешь бизнес-план расписываешь зачем тебе нужны эти деньги показываешь мне я даю тебе эту сумму да ёшкин матрошкин катя ну тебе что почему ты издеваешься ты надо мной а тебе что сложно дать мне какие-то вшивы где я жду бизнес-план да какой бизнес план вообще не знаю как его делать катя ну что теперь делать-то вот смотри я записываю всю сумму тоже что-то ну я поняла хорошо саша саша ваня валерий павлович я мчу на планерку найди меня через час а подожди а почему саша ходит в отделение онкологии так она тебе не сказала нет а что с ней вообще-то я не имею права сообщать диагноз без согласия пациента поговори с ней хорошо я по я понимаю понимаю но если саша ходит в отделение онкологии ваня у нее лейкемия в поздней стадии ну а наша поправится ваня пойдем ко мне в кабинет мне нужно с тобой поговорить валерий павлович ну уже вы лечите если мы найдем твой александре донора костного мозга надежда есть но а я понял а где вы найти среди кровных родственников в регистрах доноров костного мозга но первый вариант гораздо лучше вот почему она просила родственников ее найти так и что получилось нет но я найду и с неба же она свалилась иногда кажется что с неба слушай ваня ты тоже сдай кровь несовместимость чем черт не шутить конечно знам я сюда вам всех знакомых приведу вот 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 это правильно вешать нос пока рано и вот еще что не смей ее бросать ни в коем случае даже если будет очень страшно конечно конечно независимы 10 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. А ты разве дежуришь сегодня? Попросили подменить. Тебе Валерий Павлович сказал. Почему ты мне не сказала? Ваня! Вань! Блин, почему ты мне не сказала? Почему? Я не знаю. Вань, ну я не знаю, что говорить в таких ситуациях. Как себя нужно вести? Я же не чужой человек. Вань, ну мне страшно. Мне же просто страшно. Я понимаю, что это... Это что-то ужасное. И я не знаю, что мне с этим делать. И мне просто хочется, чтобы это было неправдой, но это так. Ладно, прости меня. Я неправ. Все хорошо будет. Это тоже, Ваня, неправда. Это правда. Это неправда. Потому что эти слова, они как будто расслабляют. И кажется, что вот так как насморок. Это возьмет и пройдет. Но оно не проходит. Саша. Извини, я понимаю, почему ты злишься. Мы друзья. Ты же сам видишь, что это ужасное со мной происходит. Просто раньше я же была таким энерджайзером. Я же могла веселиться. Работать круглые сутки. Я могла все. А сейчас я до остановки найти нормально не могу. Саша, это временно. Это временно. Это из-за болезни и из-за того, что химия была. Все пройдет. Валерий Павлович говорит, что шанс есть, я ему верю. Я тоже пытаюсь. Саша, ну ты же упрямая. Ты вспомни, какая ты упрямая. Если своего хочешь добиться, ты же не успокоишься. И я упрямый. Я тебя никуда не отпущу, поняла? Где он? Это доста лет будет жить, я тебе обещаю. Клянусь. Ну помоги только немного. Справимся. Прости, Петя. Нет. Нет. Нет, 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 еще не готова ваше колечко. Я по-другому делу. Ну вы же занимаетесь с кубкой. За сколько возьмете? А где вы это взяли? Какая разница? Ну это ведь не ваше. Поэтому и спрашиваю. Да как вы смеете? Это мои часы. Девушка, то вы заказываете мне копеечное колечко, то предлагаете купить дорогие часы. Я ворованные вещи не беру. Послушайте, я их не крала. Это часы моего деда. Не достались мне по наследству. Просто сейчас мне очень нужны деньги. Пять тысяч. Уе. Вы с ума сошли? Такие в интернете в десять раз больше стоят. Ну пожалуйста. Воля ваша продавайте в интернете. Это же грабеж. Ладно, хорошо. Давайте за пятнадцать тысяч и точка. Как вам будет угодно. Ну одиннадцать. Шесть. Десять. Шесть с половиной. Девять с половиной. Семь. И это последняя цена. Да что вы провалились? Бесконечно приятно с вами иметь дело. Одну минуточку. Добрый день. Здравствуйте. 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 Заходите. Я ведь никогда не думала о смерти. Была уверена, что с другими это случается. Но не со мной. Саша, глупая что ли? Я тебе запрещаю думать об этом. А у меня ведь было столько планов. Карьеру построить, заработать кучу денег. Купить маленькую машину. Желтую? Конечно, желтую. Еще на ней потом поехать по Европе. Заезжать в разные города, страны. Попробовать разную еду. Изучать разные языки, знакомиться с людьми. В горы подняться. Да. И еще остановиться в каком-то порту. Сесть на лайнеры и отправиться в кругосветку. А потом вернуться и выйти замуж за мужчину, которого я безумно люблю. И чтобы он меня тоже так сильно любил. И нарожать ему детей. Чтобы две дочки было и один сын. Это же не какие-то дикие желания. Правда? Не только девятнадцать, у меня все впереди. Какая Европа, я даже на море не была. Серьезно? Серьезно? Угу. Мне когда пятнадцать было, я была такой маленькой наивной дурочкой. Я в тетрадке рисовала море, пляж и два силуэта. Я и мой воображаемый парень, как будто мы стоим, смотрим на закат и упиваемся друг другом. Когда у тебя химия заканчивается? Через три дня, а что? Отлично. Через три дня ты едешь на море. Вань. В смысле? Прямо. Если я сказал сделать вчера, значит, это надо было сделать вчера. Ты понял? Иди. О, ты пришел мне морду обьет? На сегодня. Прямо камень с души. Твой кабинет? Ну. Ты должен срочно купить мне два билета и поехать с Сашей на море. Что за бред? Мы расстались, если тебе не в курсе. Я в курсе. И сейчас поддержка твоя нужна. Ты рядом должен быть, понял? Что случилось? У Саши... У Саши лейкемия. Что? Что, что? Лейкемия болезнь такая. В поздней стадии. Через три дня закончится курс химиотерапии. Как раз успеешь билеты взять. Саш. Если ты ее хоть чуть-чуть любишь, ты должен полететь, понял? А почему ты сам не поедешь? Потому что люблю ее. Знаю, что она хочет. К сожалению. Опустите. Да, Валерий Павлович. Вань, привет. Звоню сказать, что пришли твои анализы крови. Так, к сожалению, не можешь быть донором для Саши. Нужно искать еще. А времени все меньше. Такие дела. Алло, Вань. Ты понял, что я сказал? Понял. Лиза, это Иван. Надо встретиться. Да, прямо сейчас. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет, Саша. Вадим. Ты что здесь делаешь? Я могу зайти? Скажи мне, как давно ты узнала о болезни? Ваня сказал, да? Да, Ваня. Трепло. Он сделал все правильно, Саша. И твое желание проходить все это в одиночку мне совершенно непонятно. Вадим, я не собираюсь с тобой это обсуждать. Уходи. Таша, постой, подожди. Саша, я люблю тебя. И ты любишь меня, я знаю. Я уж в этом не уверена. Черт, а! Саша, я понимаю, что ты злишься из-за того, что я после СИЗО так все резко оборвал, но... Черт, я не знаю, как это объяснить. Я 20 лет, Саша, жил совершенно другой жизнью. И тут вдруг я решил все это изменить и развернуть свою жизнь на 180 градусов. А потом ты решил вернуться к привычному? А потом я просто запутался. Я просто запутался, Саша. А сейчас я хочу все это исправить, Саша. Вадим. Саша... Ничего подобного. Я просто люблю тебя, Саша. Посмотри на меня. Саша, посмотри на меня, я прошу тебя. Я хочу, чтобы мы уехали с тобой вдвоем. На море или куда ты захочешь, не важно, но вдвоем. Пожалуйста, Саша. Саша, я тебя не люблю. Запомни, я тебя не люблю и не хватит меня мучать. Уходи, я не хочу, чтобы больше разговаривать с Вадим. Саша, посмотри. Привет. Что будем пить? Где твои родители? Ты чего? Где родители твои? Я заходил ни на рынке, ни дома нету. Я их сто лет не видела, я вообще с ними живу. Ты что, забыла? Слушай, не ври! Да кто ты вообще такой, а? Если бы даже знала, ничего не сказала. Ясно? Короче, мне срочно нужно найти Сашину, родню, кровную. А где искать, знают только они. Мать же сказала Сашке, что ничего не знает. А, значит, вы недавно виделись, да? Да мы по телефону разговаривали. Меня сначала вынесло мозг маме, потом мне. Мы ей все сказали. Да не веря, что вы все сказали. Чего ты ко мне прицепился? Какая вообще разница? Да потому что для Саши это вопрос жизни и смерти. А, ну да. Саша, Саша, пуп земли. Весь мир вокруг нее крутится. Я ничего не знаю. Господи, как можно быть такой стервой-то, а? Легко. Мне даже нравится. Да, Слав, есть новости? Нету ничего. У меня тоже по нулям. Да по-любому Лиза врет, она знает, где родители. Да, мы уже за ней следим. Как только так, сразу. Давай, на связи. Да, хорошо. Иван. Он тоже пытается найти Сашиных родственников. Ну да. Вы бы как-то объединились. Мы работаем над этим. Ладно, связи. Я виделся с Катей. Я знаю, Слав. И даже знаю, что ты ей все рассказал. Если хочешь, можешь меня ударить. Место отличное. Не хочу. Я наоборот хочу сказать тебе спасибо. Правда. Мне стало легче. У Саши лейкемия. Да неужели ничего нельзя сделать? Что, например? Ну что, например? Ну можно же в интернете родственников ее найти. Ты же не то находила. Слушай, ну если за последние 10 лет никто не поинтересовался ее судьбой, значит они умерли. Ну а если они живы? Ну если живы, то они наркоманы или алкоголики. И костный мозг просто не подходит, Саш. Что делать? Что делать? Будем действовать. Отправим запрос на европейские регистры донорства. Ты хоть представляешь, сколько это все стоит? Ну можно же в интернете эти фонды какие-то открыть. Там люди по несколько миллионов поднимают. Организуем. И в благотворительные фонды надо писать. Ладно. Ты куда? Пошел. Ваня, куда ты пошел? Успокойся, в церковь, представляешь? КОНЕЦ Ну что, долго мы будем за ней кататься? Пока шеф отбой не даст. Заправиться надо. Че, до ножа лампочка горит? Да со вчерашнего дня. Ну как, ты что-то ночью не заправился. Забыл. О, смотри, я этот тип. Нашел где встретиться. Я сюда три часа добиралась. Деньги давай. Ты вообще в курсе, что нашей маме угрожали? И что? Отдам долг, отстанут. Все будет как раньше. Если Саша говорит, что она не знает, зачем ей дед звонит, значит, так оно и есть. Если она хорошая актриса, обмануть тебя несложно. Ты человек доверчивый. Допустим. Мотив. Криминальная схема. Леонид Николаевич. Твоя Саша, сводная сестра твоей Оли. Вернее, Лизы. Девочки узнали, что ты ищешь сестру и решили попытать счастье. Одна прикинулась с твоей сестрой, а вторая стала разыгрывать обидчицу, чтобы Оля в твоих глазах выглядела абсолютной жертвой. И у них получилось. Леонид Николаевич, я не верю в теорию заговора. А Евгений Александрович верил. И именно поэтому он заподозрил, что это Оля Лиза, его внучка, не является... Хватит! Простите, но кто-то должен был вам сказать правду. Это Оля, Лиза. Не та, за кого себя выдает. Оля, Лиза. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...